Дорогие братья и сестры, поздравляем всех вас с мирным, солнечным, морозным, снежным, воскресным днём, в который Господь собрал нас под сводами храма прославить Христа, Жизнодавца, Подателя благ всяческих. В первом послании апостола Павла к Тимофею есть такие удивительные слова. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не приносим в этот мир, явно, что ничего не сможем и вынести из него. Обратим внимание на эти слова. Какое действительно радостное чувство быть благодарным. Великое приобретение – благодарность. Каждый человек рождается в этот мир и должен благодарить Бога за то, что он человек. Об этом говорят святые отцы. Есть люди, которые говорят, а за что мне Бога благодарить? Я в церковь не хожу, Богу не молюсь, и так всё плохо, цены растут, в политике всё не так. За что мне Бога благодарить? Отцы-подвижники благочестия говорят, уже благодари за то, что ты родился человеком. Ни животным, ни насекомым, ни тараканом. Это к тебе великая милость Божия, что ты человек, что ты можешь мыслить, можешь думать, можешь любить, можешь благодарить, а можешь не благодарить, можешь не мыслить, можешь и не думать. Но ты человек, думать обязан. Великое приобретение. Ефрем Сирин говорит о том, что приобретение всех христиан – это приобретение истины, приобретение веры в воскресшего Иисуса Христа. Сколько людей не имеют этого приобретения, ибо это то, что мы никогда не сможем ни оставить, ни забыть. Если мы обрели Христа, то это сокровище. Мы никогда не потеряем веру свою, любовь к Богу мы перенесем из этого мира в мир вечности. Все остальное мы не можем вынести из этого мира, по словам святого апостола. Вот и сегодня, в воскресный день, Святая Церковь предложила нам благовестие, событие из Евангелия о том, как десять прокаженных, которых исцелил Христос, по его слову пошли и показались священнику. Они только пошли, чтобы засвидетельствовать свое исцеление. Раньше в древности на Востоке проказа считалась не просто заболеванием, а заболеванием, которое заставляло человека отлучаться от общения с людьми. Эти люди жили за городом, они были как изгои. И если вдруг человек избавлялся от этого страшного недуга, он должен был прийти и показать священнику, предъявить, что он уже здоров. И вот Христос отправляет их. Идите и покажитесь освященнику. И когда они шли, они почувствовали, что они очистились. Обратите внимание, что они пошли по слову Спасителя. И когда очистились, почувствовали радость после того состояния ужасного медленного умирания, потому что проказа – это особая болезнь, которая покрывает тело всего человека. Оно страшно зудит, болит, немоществует. А самое главное, что очень активно передается другим. Прикоснулся, вот уже заразу получил сосед и так далее. Вот почему они жили сами между собой, медленно умирая. Но Христос исцеляет этих несчастных людей. Казалось бы, за это-то надо было Бога-то в первую очередь поблагодарить. Однако из всех десяти возвращается один и то самарянин, которого в народе Израиля считали народом нечистым, народом отверженным. И вот этот человек возвращается ко Христу и падает в ниц, падает в землю, и благодарит Господа за исцеление. Христос же говорит ему, не десять очистились, где же девять? Почему они не возвратились воздать славу Богу? И сказал иноплеменнику с ним, восстав иди, вера твоя спасла тебя. Вот эти слова благодарному человеку, который сказал Христос, может услышать каждый человек, кто приходит в храм не просто что-то попросить, а в первую очередь поблагодарить Бога за прожитую неделю, за мирное, солнечное, снежное, морозное утро. Господи, слава Тебе! Святая Великомученица Варвара начинала благодарить Господа, когда смотрела на Его творение. Небо, закат, ночные звезды. Сколько людей смотрят на звезды и не благодарят Господа за эту удивительную картину ночного неба. Как завораживающее, как захватывающее ночное небо, особенно летом. Смотришь и, как говорится, не можешь глаз отвесть, а потом опускаешь, потому что тебе вообще человек этого даже не понять. Как это все может содержаться и в таком количестве лет сохранять стройность и определенный порядок. Ты даже этого понять не можешь. Меняются времена, столетия, рождаются и умирают люди, а небо остается прежним. Оно не меняется. Вот потому так часто люди, смотрящие на небо, немножечко успокаиваются, как бы умиротворяют свою душу. Небо, оно такое беспредельное, оно такое бесконечное, и ты только смиренно опускаешь голову к своим окружающим предметам, месту, где ты находишься, и опускаешь смиренно глаз, взор, и говоришь, Господи, это мне не дано понять. Просто принять нужно, что ты сотворил небо и землю, и все, что в них, и успокаиваешься. Надо научиться благодарить Господа за каждый день прожитой жизни. Ведь это дар. Вчера мы прожили, неделю прожили, а в воскресенье обязательно приходим поблагодарить Господа, что мы живы, живы наши родные и близкие, что жива наша страна, что нет у нас таких страшных событий, как во многих других местах. Благодарность – это великое благодеяние Господа, это великий дар человеку, который, если он его использует, он получает гораздо больше, чем имеет. Представим себе ребенка. Мама заботится, ночей не спит, покупает, гладит, стирает, готовит, убирает, снова приобретает, папа трудится, а ребенок растет неблагодарным. Все ему не так, всем он возмущен, всем он недоволен. Разве радует это сердце матери или сердце отца, который так много заботится о своих чадах? Вот эта неблагодарность, о чем сказано в Священном Писании, надежда неблагодарных растает, как зимний иней, и вытечет, как негодная вода. Обратите внимание, что надежда тех, кто не умеет благодарить родителей Бога за жизнь, за день, за мир, за то, что ты дышишь, за то, что ты слышишь, за то, что ты на ногах ходишь, за то, что у тебя есть что поесть, что попить, во что одеться. И ты неблагодарный. Надежда твоих планов растает, как зимний иней с крыши, и вытечет через ржавую трубу, как негодная вода. Вот какова перспектива надежды людей неблагодарных по Священному Писанию. Вспоминая святителя Иоанна Златоуста, литургию, которую мы сегодня совершали, эти слова он пронес через всю свою жизнь. Слава Богу за все. Давайте напишем на скрижалях наших сердец эти слова, которые всю свою жизнь повторял и учил своих прихожан святитель Иоанн Златоуст. За все, Господи, за хорошее, за плохое. Когда к Иову многострадальному пришла его жена, и видя, как он страдает и мучается, как он буквально сгнивает заживо, все потерял. А он за все благодарил Бога, за все то, что имел, и все, что потерял. И говорил, буди имя Господне, благословенно отныне и до века. Бог дал, Бог и взял. Буди имя Господне, благословенно. Представляете, чему у нас учат святые, библейские персонажи, мудрости, стойкости, веры, благодарности. А жена подходит и говорит, ну похули Бога. То есть, ты видишь, что он с тобой сделал. А он говорит ей вообще, ты обезумела? Разве доброе? Мы будем принимать от Господа, а злое нет, потому что и злое попускается нам для нашего спасения. Казалось бы, болезни. Есть люди, которые, вот я заболел, лег, простудился, лежал с температурой, а потом узнают, что в это время его друзья там попали в очень трудную жизненную ситуацию, попали в какую-то аварию, попали в какое-то бедственное положение. Оказывается, болезнь Господь попустил для того, чтобы тебя сохранить, чтобы ты немножко полежал, о вечности подумал, немножко поусерднее помолился, священное писание почитал. Я знаю одного генерала, которого неправедно посадили в тюрьму. Бывают такие случаи, военных людей тоже. Всякое в жизни ожидает. Как говорят, от тюрьмы и с умы не зарекайся. И вот просто я знаю этого человека, и мне сказали о том, что он был заключен под стражу. Его продержали там около полутора лет, разобрались, выпустили. Выпустили на свободу. А потом я встретился с ним в Москве, и мы как-то сидели пили чай. И он, знаете, мне что сказал? Батюшка, я благодарю Бога за то, что я оказался в тюрьме. Господи, это что за слова такие, вот услышит кто-нибудь? Как можно поблагодарить Бога за то, что ты в тюрьме оказался? Да, вы знаете, сколько я почитал, а я ему передавал туда и молитвослов, и Библию, и святых отцов, и Феофана Затворника, и Фрема Сирина, Исаака Сирина, и Игнатия Брянчанинова. Я говорю, никогда, вот, все время у меня служба, потом наряды, потом командировки, потом гарнизоны. Мне некогда было Библию прочитать, а там я прочитал Библию, я изучал святых отцов. Я Бога благодарю, батюшка, за то, что он меня остановил в моей жизни, и дал мне возможность спокойно, как в келье, в камере, почитать Святое Писание и святых отцов. Представляете, как человек научается видеть даже в плохом хорошее. Если мы увидим в Иосифе прекрасном только плохое, как же братья поступили его? Они продали своего родного брата в рабство, в Египет. Однако же это плохое, Бог снова обращает в хорошее, через Иосифа спасается и Иаков, и все семейство, и весь народ Израиля. У нас при храме трудится один человек, скромный, совершенно незаметный, который трудится своими руками. Он работал на разных должностях в плане сварщика. Недавно его пригласили в большую строительную компанию. Он получал большие деньги, а потом поработал там и снова вернулся в храм. И вот мне стало известно в разговоре с одним юношей, он на предложение как-то вот вспомнить, что все же плохо, что и в политике все не так, и с ценами все не так, и в мире все не так. А он тихонечко себе говорит, да слава тебе, Господи, у нас все хорошо. А у него там и зубы все больные, и спина больная, и сам не дубует, и четверо деток у него. А он говорит, да слава тебе, Господи, тружусь вот и слава тебе, Господи. Что не дашь ему, все сделает. Пойдешь на вот это, он туда пойдет. Вот оставь это, вот тут пол работы оставят. Как вот сюда, значит туда надо. Я все там, там или везде. Руки, знаете, у этого человека, как говорят, золотые. И мозг такой, что любую работу дай, он даже придумает из того, что нельзя придумать. А снова так молодой ему говорит, ну как, все равно, что-то плохо. Нет, слава Богу. У нас сегодня можем вернуться после работы домой, представляешь, он ему говорит. А на Донбассе сейчас людям дома-то нету. В подвале живут, мороз, холодно, есть нечего. А нам на что жаловаться? Слава тебе, Господи. Домой придем, еще что-то покушаем, согреемся, еще на кроватях поспим, а у людей того нету. Как же нам Бога-то не благодарить? А он снова, я вот удивляюсь, с его соображением, с его золотыми руками, он мог там 100, 200, 300 тысяч зарабатывать в месяц. Он пришел в храм, за все Бога благодарит и никогда не унывает. Вот пример труженика одного лишь, труженика храма Божия. Нам в укор недовольным, не то нам одеть, нам это вот то не так нравится, не то обули, не то покушали, вспомните сейчас людей, которые сидят в окопах, те, которые сегодня на передовой, которым сегодня в этот мороз пришлось спать где-нибудь в землянке, и едва чем-то там можно было отопиться. И тебе сразу легче встанет и скажешь про себя, Господи, слава тебе, что у нас мирно, не стреляют, солнышко светит, мороз и солнце, день чудесный, а ты все дремлешь, друг прелестный, вставай, пора в храм Божий идти. Бога за все славить, вот почему христианин и живет от воскресения до воскресения, от праздника до праздника, чтобы не пропустить, не забыть, прийти Господа за все, поблагодарить. слава тебе, Господи, что живы, что живы родные и близкие, что есть что поесть, во что одеться, чтобы еще, Господи, сделать благодарность за все, что ты даешь каждому из нас. Вот этой благодарности и учит нас сегодня Святое Евангелие. Будем почаще возвращаться к Господу и никогда не смущаться тому, что кто-то вообще даже и не ходит. Господь говорит, идите к священникам, скорее идите, покажитесь. А люди говорят, да нет, я выздоровел, зачем мне теперь церковь? Зачем мне молиться? У меня теперь Новый год впереди, надо же стол накрывать, что-то купить, подарки на всю семью и опять пробки в городах. А человек благодарный возвращается и говорит, нет, я буду Рождество встречать и Бога благодарит сейчас пост, попощусь хоть немножко оставшиеся последние дни, тем более, в благодарность Господу. Именно в благодарность Господе от всего моего благодарного сердца пост прими, что праведной жизни-то нет у меня, хоть вот воздержание прими. Как от того ребенка, который непослушный, который все ломает, все игрушки разбрасывает, но подойдет к маме и всякий раз говорит, мамочка, прости меня, папуля, не обижайся, я наведу порядок. Ну как не пожалеть такого нерадивого, но любящего, скромного, благодарного ребенка. И мама даже бывает так, что сама все сделает за такого ребенка. Лишь бы он вот таким оставался добрым, благодарным, отзывчивым, не гордым, не обидчивым, а любящим, и, конечно же, хранящим память о его попечении добрых родителей. Вот так, дорогие братья и сестры, постараемся не забывать о том, что процент благодарности один к десяти. Из десяти только один Господа благодарит. И никогда не смущайтесь на то, что восемь, девять, десять, вообще вокруг многие люди ничего и Бога не благодарят ни за что. А мы будем приходить, будем уподобляться тому самарянину, язычнику, отверженному, которого не отверг Господь, а которому сказал, иди, вера твоя спасла тебя. За все благодарите, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь, говорит апостол Павел, вот причина нашей радости, благодарность за все и непрестанная ко Господу молитва. Вот этого всем вам хотелось бы пожелать. И пусть Господь укрепит всех нас, прежде всего, за все благодарить. Сегодня, завтра и во все свои дни жизни, умирая, каждый из нас должен сказать, благодарю тебя, Господи, за прожитую жизнь. Прими меня, в руки твои и прости мне всякое согрешение, вольное и невольное. Слава тебе, Господи, слава тебе за все. Как и сказал, умирая, святитель Иоанн Златоуст. Вот тогда и у нас на сердце будет мир и радость, как у того самарянина, который и телесно исцелился, и душу свою спас по слову Христа Спасителя. Вот и вы идите и вера ваша пусть спасет всех вас. Аминь. Аминь. Аминь.